Стас, ну раз сегодня эфир у нас такой предотпускной и говорим мы больше всего об отпуске, расскажи, ты планировал когда-то сам путешествие? Конечно, планировал. Не скажу, что всегда все удачно получалось, но получалось. Ну вот для того, чтобы теперь удачно получалось, у нас в гостях очаровательная Ангелина Стахеева, старший менеджер по туризму компании Рио и просто человек, который любит путешествовать, да, я так понимаю, и может сам организовать себе, ну, любое путешествие. Доброе утро! Доброе утро! Как настроение? Все отлично! Сейчас пора отпусков. Знаем, что ты сама тоже путешествуешь. Расскажи, в каких странах была и, ну вот, насколько это сложно организовать самостоятельное путешествие? Больше всего из всех стран, которые я видела, меня впечатлила Испания, потому что это сочетание как и пляжного отдыха, так и городского, с осмотром достопримечательностей, мне кажется, это очень интересно. Также Италия, Швейцария, Германия, помимо Турции, Египта, соответственно. Какие плюсы и минусы того, что ты сам планируешь свой отдых? Ну, самый большой плюс – это тот, что ты можешь составить маршрут такой, какой ты хочешь, потому что, когда ты привязан к какой-то группе и программе, это обычно всегда проходит как голопом по Европе. Когда ты сам путешествуешь, ты размеренно своим желанием выбираешь те места, которые ты хочешь посетить, уделяешь им больше времени, либо меньше, то есть это самый главный плюс. Плюс, если увидел на карте что-то интересное, да, или в интернете, можешь немного поменять свой маршрут тут же, да? Я думаю, что пришло время раскрыть какие-то секреты, наверное, с чего начинается самостоятельное планирование путешествия и за сколько времени желательно это делать? Самое оптимальное время для подбора какой-то страны и бронирования билетов на самолет, а также апартаментов – это примерно 6 месяцев до начала вашего путешествия. Так будет оптимально приобрести какой-то горящий билет, потому что, да, потому что, как правило, прям впритык покупки будет слишком дорого, хотя многие туристы думают, что вот хочу завтра и будет дешевле, хотя все в этом плане наоборот, именно что касается авиаперелетов, нужно планировать заранее. Также, если хочется сэкономить, можно брать хостел, это тоже очень популярно, особенно в наше время, да, можно собрать компанию друзей и будет намного веселее, снять комнату, правда, конечно, условия будут, так сказать, как для студентов, да. Но в этом тоже для кого-то, возможно, есть своя романтика. Да, что-то новенькое попробовать, одна кухня на всех, где можно с кем-то познакомиться, пообщаться, а также, как говорится, прокачать свой язык, иностранные, английские, немецкие, кто куда едет путешествовать. Также из еще таких секретиков хочу подсказать накопление миль у авиакомпании. То есть можно выбрать одну авиакомпанию, например, это у нас есть AirMoldova, либо Aeroflot, где вы можете копить мили, а потом впоследствии вообще бесплатно приобрести билет со своей мили. Как это сделать? Нужно всего лишь пройти простую процедуру, зарегистрироваться на сайте, создать свой личный кабинет и с личного кабинета оплачивать просто билеты. Для того, чтобы оплачивать билеты, я так понимаю, у человека должна быть карта, мастер-карт, какая-то виза, да? Да, но у нас возможно также ее открыть, то есть это уже давно не проблема, да. Знаем, что есть какой-то секретный способ, так сказать, если это можно сказать. Вот компания Визеер, да, это компания или сайт, что это? Да, Визеер это лоу-кост компания, которая предлагает очень дешевые билеты. Если ты член клуба, да? Если ты член клуба, это стоит всего лишь 30 евро, вы приобретаете... В год? В год, да, членство, и вы путешествуете с огромными скидками. Например, можешь привести хотя бы пример? Да, вот мне всегда было интересно, как так люди рассказывают, что можно путешествовать за 6, за 7 евро. И вот в этом году, в марте мы были в Италии с компанией, приобрели эту карточку, потому что членство можно приобрести, как и на компанию, это 60 евро, вы берете на себя. Еще плюс 5 человек можете взять с собой. И мы приобрели билет туда-обратно, то есть в оба конца за 35 евро. С человеком в Италию и обратно. Да, да, да. Ну, дешево. Я думаю, сейчас наши телезрители немного проснулись. Мы сейчас специально покажем, напишем сайт, где можно зарегистрироваться. Так что заходите, регистрируйтесь. Я так понимаю, компания присылает на почту, наверное, какие-то интересные предложения. Да, сеть предложения, да. То есть можно самим контролировать, да, где-то? Да. Ну, еще такой момент. Очень выгодно путешествовать без багажа, потому что ориентир этих компаний идет, что билет очень дешевый, а багаж очень дорогой. Поэтому... То есть билет может стоять 7 евро, а багаж 30. 30, да, это очень частое явление, поэтому старайтесь путешествовать налегке. Я предлагаю пока ненамного отвлечься. У нас сюжет в тему путешествий. Лайфхак, как компактно собрать, в общем, чемодан в дорогу. Посмотрим, потом вернемся в студию. Доброе утро, друзья. Настало время отпуска, и первое, что мы достаем из своих шкафов, это, конечно же, чемоданы. И у нас всегда возникает дилемма. Как вместить все и сделать так, чтобы он закрылся? Хорошо. Сегодня я постараюсь рассказать пару интересных лайфхаках, как это сделать. Если чемодан не закрывается, значит вещи сложены неправильно. Для экономии места свернем их вот таким образом. Видите, как все компактно? Вы знаете, сейчас очень многие задались вопросом. Вот мы скручиваем вещи, а потом они будут мятые? Так приедьте в отпуск, повесьте их на плечики и пульверизатором немножко попрызгайте на них водой. Под собственным весом они вытянутся и сами разгладятся, потому что летние вещи очень легкие. И, конечно, мы, девушки, берем с собой много самых разных косметических средств. Если сомневаетесь в герметичности упаковки, оберните в пленку, например, пищевую, и все, проблема решена. Еще один совет для экономии места. Во-первых, нашу косметику девочки мы можем поставить в обувь, чтобы она занимала меньше места. А во-вторых, чтобы обувь не пачкала наш чемодан, мы можем воспользоваться шапочкой для душа. Сюда же можно отправить и другую мелочь. Место особо не занимает и не потеряется. Ну и, конечно, обязательно нужно продумать, куда вы поставите паспорт, деньги и путевки, ну или другие важные документы. Желательно хранить все в секретном месте. А еще не забудьте сфотографировать все и отправить себе на почту. Это ваш круг безопасности, если вдруг документы все же потеряются. Ну вот, все самое необходимое у нас уже в чемодане. Как видите, все поместилось, осталось только плед и, конечно же, мою любимую шляпку. Куда же в отпуск без шляпки? Я надеюсь, мои советы вам помогли. У вас будет хороший отпуск, вы не будете переживать о том, что вы что-то забыли. И насладитесь прекрасными солнечными лучами. Ну и мне тоже пора. Всего доброго, хорошего в отпусках. Это на случай, если все-таки вы летите с багажом. Ангелина, подскажи, пожалуйста, еще. Например, человек купил билеты, все. У него есть, например, за 7 евро Италия или другая страна. Надо где-то остановиться. Отели чаще всего это дорого. Есть ли способ с комфортом тоже отдохнуть, но дешевле? И вот где остановиться можно? Да, я могу порекомендовать несколько ресурсов, где можно с легкостью выбрать жилье, которое вам удобно и нравится. В первую очередь это booking. Я думаю, очень много туристов знает про этот сайт. Также Airbnb. Airbnb, то есть я думаю, вы продублируете, как оно все пишется. Там очень много апартаментов. И выставляют обычно жилье обычные люди. То есть это не отельеры. От хозяина как бы, да? Да, от хозяина. То есть имеет квартиру хозяина. Он выставляет фотографии. То есть фотографии обычно ожидания совпадают с реальностью. То есть вы просматриваете и с легкостью можете выбрать понравившийся вариант. А также еще существует определенное движение. То есть оно существует около пяти лет. Называется Couchsurfing. Это такой сайт, где можно зарегистрироваться и путешествовать бесплатно в любой точке мира. Но вы взамен должны принимать гостей у себя дома. В Приднестровье здесь. Да. Мы всегда за это. Да, наши двери открыты для туристов. И там что, получается, люди готовы принять тебя просто в гости? Да, просто так. Но также вы, когда принимаете гостей, они пишут о вас отзыв. И у вас растет рейтинг. И в зависимости от вашего рейтинга... Люди охотнее соглашаются где-то уже, да? Да, вас принять, да. Главное начать, я так понимаю, да? Что ты можешь посоветовать сейчас людям, которые очень хотят, например, путешествовать, но где-то бояться? Я могу посоветовать не бояться, как бы это ни звучало. Да. И стоит, возможно, обратиться за консультацией, как говорится, к профессионалам, которые направят, расскажут абсолютно безвозмездно, только порадуются за ваши успехи. А потом уже немного и самостоятельные шаги делают в этом направлении, да? Ну, спасибо большое. Я думаю, об отдыхе можно говорить бесконечно. Да, я поймал себя на мысли, что мы общаемся с Ангелиной, а мысленно уже загораю где-то в этих странах, что вы произнесли. Ангелин, спасибо большое за то, что этим утром была здесь с нами в студии. Желаем и тебе хорошего отдыха. Напоминаем, на студии была Ангелина Стахеева, старший менеджер по туризму компании Рио. Говорили мы об отдыхе, о туризме.